Вы посмотрите, что можно сказать? Как организовывается? Есть большие достижения, есть те моменты, которыми нужно еще и работать. Здесь уже хорошая материально-техническая база, есть все оборудование, светлое, просторное помещение, достаточно количество. Здесь есть достаточное количество оборудования, есть все препараты вакцины необходимы для профилактики заболеваний. Есть информационные системы, которые работают, но есть несколько вопросов. Первое, это организация работы, в том числе разделение части работ, которые необходимы для большего контакта и ускорения с пациентом, врач у вас в определенное время, нужно в том числе привлечь еще в медицинский персонал, для заполнения документов, на работу с информационными системами, для того, чтобы именно время на контакт между врачами и пациентами было выше. Есть дефицит врачебного состава, поэтому тоже нужно конфликтовать. Здесь у нас по программе «Нецпроекте» эти нормативы заложены, в том числе недополнительные выхваты для медицинского персонала, приходящих молодых врачей. Я думаю, самое главное сейчас, чтобы кадровая политика была быстрая, четко, быстрая и выкладывая на контакт. Потому что люди в первую очередь ждут этого. Многие здесь, в том числе работа с диспансерными группами организованы, что есть списки, те, которые нуждаются в постоянном наблюдении, те, которые нуждаются в лекарственных препаратах, врачи владеют этими вопросами, качественно владеют, это позволяет нам полномоделу консультировать. Но привязанность пациента к соблюдению тех рекомендаций тоже требует еще дальнейшей работы. Нужно объяснять людям. Есть те, которые, вот увидели сегодня пациенты, которые четко понимают, четко следуют, они уже попадают в число людей, те, которые соблюдают этот образ жизни даже при наличии хронических заболеваний, и всячески поддерживают активное долголетие. Это очень важно. А все-таки есть такая категория, мы видим это так называемое молчащие пациенты, которые редко обращаются и обращаются только, когда уже происходит какая-то катастрофа. В этой ситуации помочь, конечно, значительно сложнее. Вот наша задача в том числе сделать таким образом, привлечь страховой компании. Мы сегодня уже вошли для привлечения, приглашения пациента, для осмотров в том числе и для профилактических. То есть вот то взаимодействие именно медицинской организации пациентов требует дальнейшего совершенственного эффективности. Спасибо. Большое спасибо.